Здравствуйте, уважаемые слушатели, сегодня у нас с вами лекция номер 12, это оперативные, нормированные и эксплуатированные парки локомотива в грузовом движении. Для чего нам это вообще необходимо? Для чего нам необходимо нормировать наш эксплуатированный парк локомотива? Для чего нам это вообще необходимо? Ну как уже все знаете, мужская дорога должна существовать в действиях, должна работа быть распределена в течение суток, равномерно. Соответственно, для того, чтобы воздействовать на работу, которую у нас выполняется, чтобы работа у них была равномерной, для этого необходимо распределять ее равномерно. Чтобы локомотивы у нас работали равномерно. и т. д. естественно то есть необходимо что на весь этот процесс воздействия только можно оказать в перевозочном процессе так что мы равномерно то есть необходимость и не только равномерно для отправления поездов больше степени необходимо что оперативное оперативное вмешательство в выполнении данных показателей то есть выполнение непосредственно чего-то отправление поезда и так далее так далее это вмешивается поездной диспетчер тяговый диспетчер тем самым объясняет необходимость естественно то есть есть оперативный способ как ему на чем опера первую то есть графическим на базе разрабатываем вариантов графика либо же на нормативном графике либо же непосредственно аналитическим который для каждого участка до обращением как на самой дороге таки он может отсчитываться по коэффициенту потребностей наших автоматиков при оперативном нормировании тягово-подвижного состава по коэффициенту потребностей эксплуатирования партнера определяется поделиться для каждого участка обращения на смотрят каждый конкретный участок используя то есть на данное такое выражение естественно если же мы будем определять потребность локомотив для непосредственно отсутствующих по участкам работы бригад то здесь необходимо учитывать планируемые размеры грузового движения поэтому вообще могут быть да и естественно коэффициент потребностей если мы будем рассматривать при непарном грузовом движении то видите здесь уже выражение меняется совершенно по другой форме естественно то есть естественно то есть мы можем определить зависимости от того какие у нас то есть как у нас происходит происходит движение поездов парные не парные да то есть мы можем определить соответствующим соответствующим количеством наших локомотивов да вот здесь же у нас внутри участка работы локомотивный бригад расположен какой-то межотделенческий да либо же междорожный спековой путь да то такой участок делится на два расчета и для каждого из них отдельно осуществляется расчет потребностей для эксплуатирования парка локомотивов почему потому что здесь видите если мы будем говорить про междорожный да здесь уже часть этого всего может уходить на на выполнение работников локомотивной бригады уже из непосредственно то есть другой дороги да либо же другой стороны естественно то есть поэтому необходимо то есть такой участок разделить на два и непосредственно для каждого из них осуществляется один расчет коэффициент потребности да то есть он как у нас ну то есть куда мы берем вообще коэффициент потребности да непосредственно то есть о локомотивах то есть мы устанавливаем с учетом чего графика движение поезда то есть какие размеры движения поездов были у нас залож oko JURA от суда мы можно определить какое количество локомотивов да то есть выполнение телек meet когда мы будем подсчитывать качественный количествеusting пока растения消 monitore и соответственно выпуска коэффициент потребности локомотива в зависимости от размера движения. Естественно, то есть, дальше у нас что необходимо? Необходимо нам еще и ходовой скорости. Какой скоростью следует у нас поезда по нашим перегонам? Печатные тоннажки, они были нечастные. Помимо этого нам необходим еще что? Предоставление окон, которые предоставляют нам для производства ремонтных путевых, либо же где-то профилактических работ. Естественно, то есть отсюда мы можем и определить, что? Коэффициент потребности локомотива как для однопутных линий, так и соответственно для двухпутных линий. Почему? Потому что, естественно, то есть у нас размеры будут разные, выполняемые работы здесь, они могут выполняться на двух участках, как на однопутных, так и на двухпутных, например, предоставление окна, но здесь будут уже разные моменты. То есть при однопутном мы не можем пропускать поезда, при двухпутном мы по неправильным пути можем отправить поезда, поэтому здесь формула имеет некоторое расхождение. Естественно, то есть вот здесь непосредственно, то есть что в этих формулах, мы учитывали, что нам необходимо, то есть какие параметры нам необходимо рассматривать. И естественно, то есть значение величины, принимаемые по данной таблице, зависит от пассажирского движения. Вот, то есть естественно, то есть мы все отталкиваемся от пассажирского движения. Вот, величина равная отношению фактического, да, на данные сути числа пассажирских поездов графиковому и при предоставлении окон для производства ремонтных путевых работ возрастает потребность в эксплуатируемом парке локомотива для сварения размера движения на участке обращения из-за дополнительных нахождения локомотивов с поездами, а также их простоя в конечных пунктах оборота. То есть видите, если мы будем давать слишком большое количество окон, то, естественно, нам понадобится большее количество локомотивов, да. И естественно, то есть это зато может привести к тому, что можно смотреть два участка, ну то есть не только вариантов. То есть первый вариант, если участка работы бригад, на котором предоставляется окно, примыкает к конечным пунктам, обороты локомотивов, то мы можем определить, да, то есть данный коэффициент как определяется у нас, да. Второй участок, второй вариант, если участок работы бригад, на котором предоставляется окно, расположенный внутри участка обращения, то необходима улическая к конечным потребностям локомотивов, да. Из-за чего? Потому что они удалены более чем два участка одного где предоставлены у нас окно. Для данного участка локомотивов, да, там едят примыкающие, конечно, к конечным пунктам, да, локомотивы, вот, на соответственную увеличение. То есть мы можем посмотреть, да, то есть видите, что эти величины, они могут быть в данном случае, потому что у нас будет располагаться внутри одного участка обращения. Вот. И третий вариант, если это же окно предоставлено на короткое участок обращения, автоматизировать, да, то здесь мы можем, да, да, продлить по соответствующему, соответствующей форме, так и для этого кухня. Вот. То есть, ну, опять же, то есть мы помимо этого, да, вот мы уже и должны, что, учитывая что, если эта сигнализация не связана с ними, да, то есть если у нас однокутник не оборудованно автоматически оборудованной автографировкой, то нужно использовать, соответственно, другое выражение, да, вот, и естественно, определять что нам необходимо. Вот. Естественно, то есть, если же мы будем использовать последние две формы для определения, для определения участков с непарным движением, да, то есть, то, естественно, то есть мы будем принимать наиболее количество поездов, чтобы меньше, то есть если мы можем получить большее количество поездов, то меньше, мы, естественно, всегда сможем пропустить. Естественно, то есть иногда бывает такое, что по предсмену сущного планирование задается, размеры движения только выше при отправлении, да, либо даже по прибытии, вот, поездов по станциям, да, и, естественно, то есть на ограничивающем участке работы локомотивных бригад, то есть когда планируемый штраф поездов, следующий по участке, да, можно определить по соответствующим уровням, соответствующим выражениям, да, и тем самым определить то есть что нам, нам необходимо, да. Естественно, если же у нас идет наше длинное участок обращения локомотивных бригад с прогресса двух и более дорогих, то его уже непосредственно то есть осуществляется его обслуживание в минимуме парком. При этом эксплуатируем парк локомотивов, необходимых для своих заданных как можно в движении устанавливать, и для каждой дороги делаем такой эффект пропорционально сидит на распределении, либо с учетом нашего содержания постоянной нормы по одной, либо по десяткам дороги. То есть здесь выбирается, в большей степени, да, то есть устанавливается для эффекта пропорционально. И так далее. Естественно, то есть мы можем определить, да, эти мои учебы. Ну, естественно, если мы будем говорить про оперативное планирование, то здесь необходимо нам не купить, что необходимо планово воздействовать на месяц, процесс, да, и все. Более на сутки. Всего доброго. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...